10 июля 1920 года состоялось заседание бюро ЦК АКББ при участии Нариманова, Нанишвили, Гараева, Буниадзаде, Егорова, Микояна, Каракозова и Леграна. Обсудили карабахский вопрос и в противовес наркому иностранных дел Советской России пришли к решению. Армянское крестьянство не хочет входить в состав Армении. Арджанкидзе прекрасно знал, что деструктивную линию в карабахском вопросе в центре проводит нарком иностранных дел Чичерин. И поэтому при передаче очередной информации по прямому проводу он просил Аллилуеву, сотрудницу аппарата Совнаркома, исключить его из списка адресатов его последнего сообщения. Арджанкидзе сказал, где в настоящее время Сталин? Меня очень интересует и вообще всех нас его мнение по этому вопросу. Хотя передайте ему, что Чичерин с Караханом опять поставят меня здесь в безвыходное положение. В свою очередь Чичерин в телеграмме Арджанкидзе от 8 июля писал, Мы отлично знаем, что наступит момент для советизации также и Армении, но теперь на это преждевременно пойти. Самое большее, чего теперь можно добиться, есть объявления Карабаха и Зангизура спорными местностями, а для этого надо, чтобы согласие дало и азербайджанское правительство. Это нам необходимо, мы абсолютно должны заключить договор с Арменией. Этого повелительно требует мировое положение, а для этого необходимо объявить Карабах и Зангизур, но не более спорными. В ответ Арджанкидзе 16 июля телеграфирует Ленину, Сталину и Чичерину с просьбой не заключать мир с Арменией до приезда азербайджанской делегации. Мир с Арменией без участия Азербайджана сильно нервирует здешних товарищей. Эту позицию поддерживал и член ЦК АКПБ Микоян. 29 июня он писал Арджанкидзе. Мы возмущены политикой центра по отношению к Карабаху и Зангизуру. Ты тоже отстаивай нашу точку зрения перед центром. Мы не против мира с Арменией, но ни в коем случае ценой Карабаха и Зангизура. Таким образом, как ни парадоксально, Советская Россия и Дашнакская Армения вели тайные переговоры, касающиеся Азербайджана, между прочим, Советского, без его участия и согласия. Так, в шифрограмме от 19 июля Чичерин писал Лекрану. Ваше предложение, на которое Азербайджан согласен, заключается в том, что Карабах переходит к Азербайджану, а Зангизур признается спорным. Все же остальное остается Арменией. Но это неприемлемо для армянской делегации. Поэтому вопрос этот может разрешиться только путем непосредственных переговоров с армянским правительством. Делегация в Москве считает себя неуполномоченной на такие серьезные территориальные уступки. В тот же день Чичерин направил министру иностранных дел Армении телеграмму, в которой уверял его. Все действия Советской России на Кавказе имеют целью оказания дружественного содействия дальнейшему спокойному развитию армянского народа. В свою очередь, и Киров уверял Леграна. Чичерин будет приветствовать, если армяне примут это решение, если они согласятся тотчас отказаться от всего Карабаха и признать Зангизур при условии признания за ними на Хичеване. Чичерин будет рад такому исходу. Ваша задача добиваться этого вырывания. Однако, несмотря на сильное давление Кирова на азербайджанскую сторону, сблизить позиции Азербайджана и Армении не удалось. И 6 августа он писал Чичерину, что в результате удалось добиться от азербайджанцев лишь одного. Они готовы уступить Армении, Шарур-Даралаяцкий уезд, а остальные, то есть Нахчеванский уезд, Ордубад, Джульфу, Зангизур, Карабах, решительно считают своими. Здесь следует отметить, что Нариманов разглядел двойную игру Чичерина. В первые дни августа он писал Шахтахтинскому, который 31 июля прибыл в Москву и приступил к обязанностям полпреда Азербайджана. Армянские банды окончательно разорили пограничные села. В последнее время идет форменная война. Скорее не война, а систематическое захватывание армянами территории Азербайджана. Последняя сводка уже говорит о том, что армянские регулярные части подходят к Герусам. Товарищ Чичерин мне пишет. Мы не должны допускать национальной резни. Азербайджанским частям не следует выступать и так далее. Но почему допускается вырезывание армянами мусульман по всем линиям границ Армении? Разве товарищ Чичерин не мог предвидеть, что результатом политики центра будет именно то, что сейчас происходит? В одной из телеграм товарищ Чичерин заявляет, что я его обвиняю в этом. Но если дело касается протестов, то мне нужно было заявить десятки протестов. Чтобы не было этих недоразумений, необходимо было с самого начала ввести твердую определенную политику по отношению к этой продажной Армении. В результате переговоров, проведенных в Москве и Ирване 10 августа 1920 года, был заключен договор из шести статей. Четыре статьи этого договора были посвящены искусственно созданному территориальному спору с Азербайджаном. Подспешность заключения договора между Россией и Арменией объяснялась тем, что той же датой был заключен Северский договор между Османской империей и Антантой. Этот договор обещал армянам большие дивиденды, и советская дипломатия опасалась, что Армения может целиком попасть под влияние Антанта. С первых дней советизации Азербайджана шла подготовка к тому, чтобы его бесспорные земли объявить спорными, что и видно в российско-армянском договоре. Командированный в Азербайджан Арджоникидзе 19 июня 1920 года в телеграмме на имя Ленина и Чечерина по этому поводу сообщал, что в Карабахе и Зангизуре провозглашена советская власть, и обе эти территории считают себя частью советского Азербайджана. Он предупреждал, Азербайджан без Карабаха и Зангизура обойтись ни в коем случае не может. Вообще, по моему мнению, следовало бы вызвать в Москву представителя Азербайджана и вместе с ним разрешить все вопросы, касающиеся Азербайджана и Армении. И это надо сделать до подписания договора с Арменией. Повторение закатальщина армянами окончательно повалит нас здесь. Договор от 10 августа, заключенный между Советской Россией и Дашнакской Арменией, без уведомления советского Азербайджана, был результатом избранной большевистским правительством России и особенно наркомом иностранных дел Чечерином политической линии, направленной на ущемление интересов Азербайджанской ССР. Установление советской власти в Армении 29 ноября 1920 года создало благоприятные условия для того, чтобы вновь выдвинуть карабахскую проблему в повестку дня. Уже на следующий день, 30 ноября, председатель Азревкома Нариманов и нарком иностранных дел Гусейнов направили Армянскому революционному комитету приветственную телеграмму. Между текстом этой телеграммы и решением совместного заседания Политбюро и Оргбюро ЦК АКББ от 30 ноября имелась серьезная разница. Также и между известным выступлением председателя Азревкома Нариманова на торжественном заседании Бакинского совета по поводу установления советской власти в Армении и декларацией, зачитанной им 1 декабря 1920 года, существовал целый ряд противоречивых моментов. В декларации говорилось, советский Азербайджан, идя навстречу борьбе братского армянского трудового народа против власти дошнаков, проливающих и проливавших невинную кровь наших лучших товарищей коммунистов в пределах Армении и Зангизура, объявляет, что отныне никакие территориальные вопросы не могут стать причиной взаимного кровопускания двух вековых соседних народов – армян и мусульман. Территория Зангизурского и Нахчеванского уездов – неразрывная часть советской Армении. Трудовому крестьянству Нагорного Карабаха предоставляется полное право самоопределения, все военные действия в пределах Зангизура приостанавливаются, а войска советского Азербайджана выводятся. Следует сразу же отметить, что текст декларации от 1 декабря противоречит решениям, принятым ЦК АКББ 4 и 30 ноября. На заседании Политбюро ЦК АКББ 4 ноября 1920 года, когда в присутствии Сталина и Арджангидзе обсуждалась соответствующая статья проекта российско-армянского договора, было решено, что статья с предложением о передаче Нахчевана из Ангизура Армении не выгодна ни с политической, ни стратегической стороны. Однако на заседании ЦК АКББ в связи с победой советской власти в Армении 30 ноября было принято решение о передаче Зангизура Армении. В решении от 30 ноября вопрос о Нахчеване совершенно не затрагивался. Видимо, именно в результате этого Легран 2 декабря из трех упомянутых территорий только о вхождении Зангизура в состав Армении говорит, как о признанном советской Россией факте. Но, как мы видели, в подготовленной на основе решения от 30 ноября и оглашенной на Римановом 1 декабря декларации, речь идет о передаче Армении наряду с Зангизуром, также и Нахчевана. Текст декларации, опубликованной в бакинской прессе, был предварительно сфальсифицирован Аржангидзе. 1 декабря, вшифрованной телеграмме Леграну и Чичерину, он писал, «Азербайджан уже откликнулся и передал советской Армении Нахчеван, Зангизур и Нагорный Карабах». Подобное же сообщение он послал 2 декабря Ленину и Сталину. В нем говорилось, «Азербайджан вчера уже декларировал в пользу советской Армении передачу Нахчевани, Зангизура и Нагорного Карабаха». Уже 4 декабря об этом сообщила правда. Возникает вопрос, Аржангидзе не был досконально в курсе дела или умышленно допустил эту ошибку? После установления советской власти в Дзилижане, Аржангидзе имел беседу по прямому проводу с надзаритяном. Причем вопрос ставится именно так, как указано в декларации Нариманова. В частности, Аржангидзе сказал, «Сегодня в Баку было торжественное заседание совета, на котором Нариманов прочел декларацию азербайджанского правительства с указанием, что нет больше границ между советской Арменией и Азербайджаном. С сегодняшнего дня территория Зангизурского и Нахчеванского уездов стала неделимой частью советской Армении. Армянам Нагорного Карабаха предоставляется право самоопределиться. Богатство Азербайджана, нефть и керосин является достоянием обеих союзных республик». В сильном возбуждении от этой информации Назаритян воскликнул. «Браво, азербайджанцы! Кричать в прессе начнем!» Вот так декларация председателя Азербкома Нариманова от 1 декабря 1920 года была, мягко говоря, подкорректирована. В бакинских газетах «Коммунист» от 2 декабря 1920 года и бакинский рабочий от 3 декабря сего же года говорилось о предославлении трудящимся крестьянам Нагорного Карабаха право на самоопределение, тогда как в издававшейся в Армении газете «Коммунист» от 7 декабря 1920 года речь шла о признании Нагорного Карабаха составной частью Армянской Социалистической Республики. Такая грубая фальсификация текста декларации возмутила Нариманова, который поручил Наркому иностранных дел Гусейнову, находившемуся в уюне 1921 года в Тифлисе, довести до сведения Кавказского бюро его точку зрения о Нагорном Карабахе. «Если они ссылаются на мою декларацию, то там буквально сказано следующее. Нагорному Карабаху предоставляется право свободного самоопределения». Возникает вопрос, видели ли вообще в Армении подлинный текст декларации? Ведь кроме слов и писем Арджоникидзе была еще телеграмма с текстом декларации, направленная в Армревком за подписью Нариманова и Кусейнова. Именно на основе этого документа член Армревкома Мравян сообщил представителю Армении в Москве Терк Габриэляну, что Азербайджан объявил о передаче Зангизура и Нахчевана и о референдуме в Нагорном Карабахе. Уже позднее, в изданном в 1957 году в Ерване сборнике документов «Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти в Армении» опубликован правильный текст декларации, хранящийся в Центральном государственном архиве Армении. Тем не менее, с середины 80-х годов прошлого века армянские авторы предпочитают обращаться не к оригиналу текста, а его исправленному варианту. Некоторые из авторов подготовленной Академии наук Армянской СССР брошуры «Нагорный Карабах. Историческая справка» участвовали и в издании вышеуказанного сборника документов. Тем не менее, они ссылаются не на документ, вошедший в академическое издание 1957 года, а на отредактированный текст из газеты «Коммунист» за 7 декабря 1920 года. К сожалению, подобные конъюнктурные операции с документами отнюдь не единичны. Такая же ошибка тиражируется в опубликованных в 2005 году в Москве заметках о перестройке бывшего бакинца Брутенца, более 30 лет занимавшего руководящие посты в международном отделе ЦК КПСС. Примечательно, что Брутенц, ссылаясь на оригинальный текст декларации председателя Азревкома Нариманова от 1 декабря, хранящийся в Российском государственном архиве социально-политической истории, тем не менее на той же странице повторяет фальсифицированный стальным текст, опубликованный 4 декабря 1920 года в газете «Правда». В Армении же декларацию вдохновленного победой советской власти в Армении Нариманова восприняли как уступку Зангизурского и Нахчеванского уездов. За этот документ с готовностью ухватились и Армении, и кремлевские лидеры, не заинтересованные в территориальной целостности Азербайджана. Позднее, в 1923 году в письме Ленину Нариманов признал свою ошибку. В пользу Армении Азербайджан даже отказался от своей территории в то время, когда, по политическим соображениям, этого нельзя было сделать. В российско-армянском военно-политическом договоре от 2 декабря 1920 года вхождение Зангизурского уезда в состав Армении уже признавалось как бесспорный факт, хотя по последней переписи населения в Зангизурском уезде числалось 123 095 мусульман и 99 257 армян. После того, как часть Зангизура была передана Армении, чрезвычайный комиссар по Гарабаху и Зангизуру Махмудбеков 24 декабря направил Нариманову доклад о копию по его распоряжению Арджанкидзе. В докладе отмечается. Ко мне пришли представители четырех участков Нижнего Зангизура и решительно заявили о своем желании остаться под управлением азербайджанской советской власти. Если их предложение не будет учтено, они просят указать место, куда они могли бы переселиться. В другом сообщении от 30 декабря 1920 года на имя Нариманова и Султанова Махмудбеков оценивал ситуацию как крайне критическую, ежеминутно чреватую нападением Даштаков. Он отмечал, что если Центр уверен в благополучном исходе дела и решается вывести свои войска с территории в сотни квадратных верст, то должен допустить мобилизацию местных сил для защиты Карабаха и Зангизура. Мы это находим возможным и необходимым. 15 февраля 1921 года Махмудбеков вдобавок к докладу от 24 декабря направил двухстраничную информацию Нариманову, Султанову и Караеву. Он отмечает, что для защиты мусульманского населения Карабаха и Зангизура от дашнакских погромов нужна помощь из Баку. Махмудбеков предупреждал, что дашнаки, не имея пока возможности наступать в сторону Курдистана, подняли восстание во втором варандийском участке Шушинского уезда с тем, чтобы, объединившись с первым ханкиндийским участком, совершенно отрезать Нагорный Карабах от низменности. Он предлагал для усиления защиты мусульманского населения Карабаха и Зангизура привлечь султан Бека Султанова, пользовавшегося большим авторитетом в регионе. Единственный возможный выход он видел в том, чтобы освободить из заключения брата султан Бека Султанова, бывшего генерал-губернатора Карабаха и Зангизура Хосров Бека Султанова, брошенного в тюрьму по настоянию армян. В конце доклада Махмудбеков приписал о Туркии. В случае освобождения Хосрова Султанова лично ручаюсь за его лояльность и благонадежность, ответственность за все его действия беру на себя. Этот доклад Махмудбеков, управляющий делами Совета народных комиссаров, 28 февраля передал от Жангидзе. Почему же вообще в декларации Нариманова прозвучала идея передачи Зангизура и Нахчевана Армении? Фактически эта идея пришла из Москвы, из политбюро ЦК РКП. Еще 4 ноября 1920 года в дни известной поездки Сталина на Кавказ состоялось совместное заседание ЦК АКПБ и Кавбюро ЦК РКПБ, на котором был заслушан доклад Леграна о положении в Армении и принято соответствующее решение. В пункте Б этого решения, касающегося обсуждаемого договора между Россией и Арменией, отмечалось «Одновременно сообщить мнение Политбюро, что предложенный в договоре пункт о передаче Армении Нахчеване из Ангизура не выгоден ни в политическом, ни в стратегическом отношении и может быть произведен лишь в крайнем случае». В пункте Г Нариманову поручалось составить обоснование точки зрения Политбюро о Нахчеване и Зангизуре. Но начавшаяся в сентябре 1920 года турецко-армянская война и быстрый разгром Нашнахской Армении вызвали у большевиков опасения по поводу возможного продвижения Турции на Кавказ и повторения событий 1918 года. Желая избежать продвижения турецких войск в пределы Азербайджана, Арджаникидзе выдвинул идею немедленной передачи Зангизура Армении. 23 ноября, возвращаясь из Баку, Сталин в пути позвонил Ленину и передал ему предложение Арджаникидзе относительно Зангизура, выразив свою озабоченность. Согласно сообщению, теперь турки, получив коллективные заявления от недовольных кругов в Азербайджане, стремятся установить с ними связь и, что особенно опасно, пытаются добиться общей границы с Азербайджаном. Обобщая эти сведения, Арджаникидзе думает, что мы стоим на юге Кавказа при посредничестве Грузии лицом к лицу с новой большой войной, в первую очередь против большевистского Азербайджана, подготовленной Антантой, в лучшем случае при нейтралитете Турции, а в худшем случае в союзе с ней против нас. В этом я с Арджаникидзе согласен. В качестве практического шага Арджаникидзе предлагает, что мы именно сейчас должны вклиниться между Азербайджаном и Турцией. Вот с какой целью спустя неделю Зангизур был передан Армении. Как видим, в указанный период карабатской проблемы еще не существовало, а потому она и не обсуждалась. 20 ноября 1920 года в Ириван прибыла дипломатическая миссия Советской России. Среди первых шагов миссии было отслеживание хода переговоров между Турцией и Арменией в Гюмри, а также разбор территориальных претензий Армении к Азербайджану и Грузии. Нарком иностранных дел РСФСР Чичерин получил информацию о том, что сейчас существование армянского народа зависит не столько от военной силы, сколько от дипломатии. Нужно отказаться от партийного романтизма и вооружаться суровым реализмом. Что же касается армянских претензий на Карабах, то дипломатическая миссия напоминала Чичерину. В Батуми Качазнуни и Хатисян, ведя переговоры с турками, имеется в виду мирная конференция в Батуми в мае-июне 1918 года, согласились Карабах отдать Азербайджану. Как ни поразительно, но накануне советизации Армении, армяне продолжали играть активную роль в жизни советского Азербайджана. Скорее всего, это делалось с подачи России. Теперь армянская армия действовала под псевдонимом советская армия. Печально известный дашнакский предводитель Дро, накопивший богатый опыт истребления мирного мусульманского населения на востоке Малой Азии, теперь активно применял его в Карабахе и Зангизури.